А это новая рубрика на моем канале, подсмотренная у одного из моих любимых блогеров, тоже обзорщиков Холостячки. Просто я это делаю очень коротко, лаконично. Инстаслив. В этот раз на Влада Ясько. Привет. Была очень удивлена, когда узнала, что Влад Ясько участвует в Холостячке. Знакома с ним с тех пор, когда он еще не был супер знаменитым. Влад всегда стремился к большему, работал со школы. Правда, и то, что его семья не из бедных людей. Поэтому все машины точно Влада. А вот заработал ли он их на продаже своих курсов, другой вопрос. Странно, что ему придумали образ сироты. Наверное, так проще давить на чувства с экрана. Мама его не стала уже года 3-4 назад. Могу немного ошибаться. Это, конечно, потеря для любого человека, но сирота это немного другое. Почему-то мне кажется, что он пошел на Холостячку за пиаром и популярностью, а не за Огневич. Ну вообще, конечно же, логично, что за пиаром. Он же инстаграм-маркетолог, или как там его назвать. Но мне лично очень импонирует его поведение на Холостячке. Он и пытается найти к ней подход, и очень старается, и удивляет ее. Молодец парень. Вот такой вот слив в инстаграм пришел моему коллеге-блогеру-обзорщику Холостячки. Мне, к сожалению, сливы не приходят. Но мне бы тоже очень хотелось. По поводу данного текста. Мы не можем утверждать, что это правда. Мало ли кто, что написал кому-то о ком-то. Это все в народе называется сплетни. Лично я ничего плохого не нахожу в сплетнях, потому что это естественный процесс групповой динамики. Как говорит народный анекдот, собрались как-то все подруги, и ни о ком было поговорить. Это часть природы человека, поэтому за это я не осуждаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!